Люди, которые изменили мир. Я, например, за себя заступаться никогда не стал бы. Но за кого-нибудь всегда заступаешься. Я совершенно мог бы оправдать советскую власть, поскольку она давала по морде мне. То есть мне наплевать. Я-то считаю, что я вообще всё это заслужил. Но когда дают по морде кому-то другому в моём присутствии, вот это уже принять невозможно. Я не говорю даже о христианстве. Это такие вообще-то дохристианские вещи. Ну представьте себе. Вы лежите, читаете, ну там, я не знаю, Луи Бусинара. Вдруг заходят два мигбрата, вынимают вас из стакана, заворачивают в простынь и начинают топить в ванной. Потом они из ванной вас вынимают, но простыни не разворачивают. И эти простыни начинают ссыхаться на вас. Это называется укрутка. Вообще было довольно противно. Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма. В русской поэзии существует тенденция, продиктованная размерами страны и количеством населения и тому подобное, считать, что поэт работает для широкой аудитории. Этой иллюзией подвержены все без исключения. Вольно или невольно любой русский автор испытывает определенное давление писать для широкой аудитории. Но, с другой стороны, всякий более или менее состоявшийся поэт там, в глубине души, сознает, что работает он не для публики. Что он пишет, потому что ему язык, в просторечии называемый музой, диктует. И что это именно ради своего языка он и занимается этим делом. Ради музыки языка. Ради этих слов, суффиксов, я не знаю, ради этой гармонии, да? А не ради аудитории. Мы живем в обществе, которое рехнулось на идеи культуры как продукта. Поэтому оно требует книг, книг, книг. Из-за этой игры культура изошла в тупик. Лично меня знаете, что больше всего устраивает? Вполне устраивает судьба античного автора. Какого-нибудь археолога, от стихов которого остались одни крысиные хвостики и больше ничего. Вот такой судьбе можно позавидовать. Люди, которые изменили нас. Дождь. Редактор субтитров А.Семкин